Девушки отдыхают Я пришел, чтобы встретить девушку, которая захочет сказать, давай поженимся Со мной мои друзья Николай и Максим Анатолий, 25 лет Первая невеста бросила его, несмотря на предложение руки и сердца Вторая оказалась частью хитроумного плана, отвергнутой поклонницей Анатолий – профессиональный фотограф и владелец свадебного агентства в Таиланде Играет в волейбол, слушает рок-музыку, много путешествует Гордится тем, что нашел свое место в жизни Мечтает выучить итальянский язык и побывать в Японии Предупреждает, что он настойчивый и бескомпромиссный Анатолий не сможет ужиться с бесхарактерной или вульгарной особой Женится на аккуратной рассудительной девушке с добрым сердцем Которая согласится зимовать с ним в стране улыбок Здравствуйте А можно подарим сразу вам цветочки? Конечно И я хочу попросить моих друзей помочь мне Спасибо Это что за цветы? Гвоздики Гвоздики? Знаешь, это один из модных сейчас сортов очень Он называется то ли лунная прогулка, то ли лунный свет Вы знаете, мы хотели просто, чтобы вот рядом с вами были такие яркие вот пятна Которые бы вот вам подняли настроение Они нам подняли настроение Прекрасные цветы от прекрасных парней Ну да, внимательно Анатолий, вы пытались построить свое счастье, вам не везло Или может не особо стремились подвиниться? А может быть не особо стремился, потому что был достаточно молод И наверное только сейчас я чувствую, что действительно, наверное, пришло мое время Фотограф, блондин, модели рядом, девочек много Не ревновать не получится, правда ли? Он намерен серьезно А как вы познакомились с девушкой, вот избалованной, богатых родителей в Тайленде? Она, я расскажу сейчас эту историю Коварная она оказалась Как раз вот да, вся история не в этой коварной девушке Потому что она как раз эту коварную историю придумала И я познакомился с ней, она была моей клиенткой И она из серии, вот что прям все миллионы для нее То есть она единственная дочь из голодных родителей Никогда ни в чем не знала отказа И когда она получила отказ от меня Потому что у меня еще... А что она хотела-то? Она хотела просто продолжение каких-то отношений Ну конечно, увидела стройного, молодого, голубоглазого, красивого парня Она была на гостаже меня И сказала, да, хочу, и все, вот Анатолия Папа, хочу еще, понял Купить или не купить Да, но она хотела быть с вами Вас хватило только на то, чтобы ее сопроводить на дискотеку, да? Мы несколько рады, да, несколько вечеров были вместе, как друзья Да, я умею дружить То есть вы ей не давали никаких авансов, никаких обещаний? Нет, 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 я достаточно О, как ее подзадорило-то, когда все для нее, а тут вдруг отказ Да, да, да А вы прямо так ей и ответили Какая была причина, что она вам не понравилась или вы были не свободны? Ну не мое, конечно Конечно, дело не принципов Что было не ваше в ней? Она была скорпион Опа, это значит, ну я не скорпион Фуф, прилетели очень У меня муж скорпион, очень интересный У меня сестра скорпион родная, я ее очень люблю, но наши характеры не совсем совпадают часто Но дело от сестры терпеть Да, а как я могу выбрать себе, допустим, девушку, которая похожа на, к примеру, на тот характер, который меня не совсем устраивает рядом? Ну понятно И просто вы в нее не влюбились, она вам не понравилась Все правильно, это единственная причина, по-честному ведь Она закусила у дела? Она съела это вот Сказала, да, окей, хорошо Но улетела, но история на этом не закончилась Потому что через несколько месяцев я в интернете списываюсь с девушкой, которая Ну, по моему вкусу, знаете, не роковая такая красотка, но прям большие глаза, добрые, самое главное И как вам кажется, она ваша вот прямо, да? Это выяснилось только потом, когда она уже прилетела ко мне в Таиланд И мы с ней прям три недели пробыли вместе, причем она должна была быть только две На неделю я, значит, ее выезд домой отложил, была такая возможность И в итоге мы договариваемся, что она закрывает свои дела там Говорит родственникам о том, что вот у меня появился молодой человек И вот у меня так меняются планы А в итоге, когда она улетела, у нас такие проводы были еще теплые Сейчас фантазер Вот фантазия у нее богатая, наверняка А потом она пропала, я ей писал, звонил, она не отвечает, ничего Я места себе не хожу И в итоге я пишу о том, что я все собираюсь ехать к тебе, я все отменил Вот, и тут она мне пишет, что ты не должен этого делать Потому что эта вся история была организована как раз той первой девушкой Или прокладили, да? Да, она получила деньги, причем, ну, относительно для нее, видимо, не маленькие Хотя она могла их у меня взять на самом деле То есть она была проституткой? Нет, ни в коем случае Да что, очень внимательно, всегда относишься к стрижкам, прическам молодых людей Всегда вот ты подмечаешь эту особенность Что ты скажешь по поводу... Отлично, нравится? Отлично Если она за деньги приехала и с вами... Я ни в коем случае не хочу говорить о ней плохо Я не хочу в это есть Нет, я не говорю плохо, это просто ее показалась профессия Потому что если вы, например, к Василисе подошли, вы предложили бы ей там миллион Ну, смотрите, одно дело, допустим, если бы она не поймала... Лариса, ты сидишь со мной рядом почти шесть лет Я просто ее не предлагала пока, Василиса Что мы делим шкуру неубитого мира Одно дело, если предлагаю, да... И во сколько же вас оценили? Сто тысяч рублей Сто тысяч рублей Сколько? Сто тысяч рублей Я не думаю, что это какие-то огромные деньги Нормально, нормально, тёк И, знаете, я для тебя самое главное вывод правильный сделал Что женщин ни в коем случае обижать не рекомендуется Почему? Ой, ладно Что ж, теперь всем отдавать согласие, что ли? Да, конечно Послушайте, есть женщины, которые не нравятся, они коварные бывают, они мстительные, поэтому... Все равно нужно как-то смягчать уголки Но вы резко ей отказали? Вы не выкнули ее? Вы очень резко ей отказали в резкой форме? Нет, я сказал, что она замечательная, просто не мой человек Ты готова подарить ему дом? Уют? Чтобы ему хотелось возвращаться домой? Там тепло, твое? Конечно, я готова для этого все сделать А та девушка... Ой, очень хотелось бы, чтобы она сегодня увидела нашу программу Если у вас есть хотя бы немножко, ну не знаю, человечности Вы можете попасть к нам на программу, можете прийти на одну из Мы можем устроить вам встречу с Анатолием И вы можете всегда оправдаться, потому что, мне кажется, если вы человек человечный То вам тяжело будет с этим грузом жить Зачем? Жить только начинается... Анатолий, вы бы согласились, если увидят, услышат, узнают? Нет, неинтересно Для меня это пройденный этап, и я хотел бы... Хотя бы извинение Если бы вы мне предложили, я бы тогда уже думал А сейчас пока так гипотетически Я могу сказать, что нет, неинтересно Ну хотя бы получить извинение А я получил их Она сказала, извини, она сказала так, как должна была сказать И никаких соплей, там, слез, ничего не было, и не нужно Сердце разбило, разбило Ну, конечно, бывает такое, что... 25 лет все быстро заживает Мне кажется, тебе слишком смазан, и он начинается Ну, просто вот такой образ блондин, голубые глаза Меня смутило только... Как чаще всего они не такие уж серьезные, как себя выдают Сегодня за кем пришли? И готовы ли вы действительно жениться? 25 лет, не рановато? А я объясню, почему Вы знаете, по своей работе я имею всегда дело с парами И свадьбы, и беременные приходят ко мне Я вижу, что эти люди, они сильнее, чем те, кто по одиночке Я как будто вижу, как из них получается такая вот одна ячейка И как они друг друга поддерживают Скажите, Анатолий, я понимаю ваш порыв Но вы такой интересный, вы молодой, вы красивый, обеспеченный Живете в Москве Мне кажется, вас должны просто, ну не знаю, на расхват, раздирать девчонки Почему вы один? А я объясню, почему Потому что вот на протяжении последних лет я всегда переезжал У меня не было ни одного места И вот вы понимаете, как я могу сказать, например, девушке Слушай, вот если я не уверен в ней до конца А давай-ка со мной там поездим по Таиланду А потом, ну, там посмотрим Я так не хочу Не смущает ли тебя, что он живет на две страны? Таиланд, Россия? Ну, немного, да Анатолий, вы с родителями в каких отношениях? Прекрасных, у меня самые лучшие родители Они в Москве? Они в Подмосковье, да И вот кроме одной сестры у вас занозы? У меня есть бабушка, дедушка замечательная, гаюродная То есть семья большая Да, хорошая Скажите, а их одобрение для вас принципиально? Нет, нет, я объясню, почему Потому что родители ко мне относятся таким образом Они знают, что я для себя только самое лучшее выберу И они просто поддержат меня, чтобы я вообще не выбрал Потому что я с 9 класса фактически живу один С первого курса сам себя обеспечиваю И они просто знают, что у меня будет все хорошо В общем, золото они, парень Вот мне важно, мужчине, чтобы он не был обеспечен родителям всем Чтобы он был самостоятельный Это очень важно Если мужчина самостоятельный, он сможет тебя повезти за собой по жизни Парни, вы кого видите рядом с другом? Девушка, которая сама уже реализовала себя Или стремится реализовать себя Девушку, которая имеет мечту И, самое главное, цель Ой, какой молодец Самое главное, я знаю, что Толе нужна девушка, с которой не скучно Это очень важно, потому что он человек, который любит узнавать новое То есть каждый день учится, в принципе То есть с кем-то общается Так как мы... Ой, какой молодец, что сказали про мечту У нас мечты есть У нас их очень много Главное, чтобы он все сумел воплотить Да, это правильно Потому что эти девушки... У меня сама жена такая То есть я понимаю, мы не Толе очень близкими А все мечты подходят? Если она мечтает о 10-й шубе Нет, ну мы с вами, нет Конечно же, нет А какую тогда? Нет, мечта, которая вот что-то реализовать Ну хорошо, вот я вам такую мечту Че плохо-то 10-я шуба? Знаете, у нас зима холодная Ну хорошо, мы можем здесь У него была же уже Ты плохо слушала историю Анатолия У него была девушка избалованная Из богатой семьи А вторая приехала, тоже неверная Есть девушка, пожалуйста, если она хочет 10-ю шубу Если она стремится заполучить эту шубу не от Толи А вот сама как-то добиться Это другое дело Фу, а зачем тогда Толи? Я не против шубы, правда Но это не должно быть идеей фикс Даш, хочешь шубу? Одну, две, максимум А вот по поводу... Вы сказали, что только не бедную А что вы имели в виду? А я очень просто могу сказать Что деньги в наши дни... Мне ни в коем случае не нужны чужие деньги Но деньги в наши дни Это такое мерило как раз успешности А хочется рядом с собой человеку именно успешного Чтобы был такой, знаете, взаимный обмен Давайте про приданное Ой, какой жених хороший Согласна, Ларис Прямо же... Ну вот хороший-хороший Я знал, что вы оценили Так, значит, смотрите Какое приданное должно быть? Ниже не рассматриваем Это не важно Нет, нет, нет Ну как? Только что, говорит, бедная не важно А если она только начала, например А если она слишком, допустим, молода И пока еще не успела ничего накопить Мне же не нужно чужое Мне нужно только, чтобы была перспектива Понимаете? Чтобы человек... Так что у нее должно? У нее бизнес должен быть? Нет, нет Или родители обеспеченные А вообще, что такое понимание бедности и богатства? 20 лет назад кому-то хватало раскладушки И ложки у меня был один друг У него вилки не было Ему было достаточно для того, чтобы питаться и есть Можно сказать, что сумасшедший Но он счастливейший человек Читал книги И, в общем, находил в этом удовольствие свое Хочешь, смотри, гармоничное что-то светло Понимаете? Нет, значит, мы... Вот чем богатого точно Вот как Василис сказала Значит, если у нее там вилок нет с ложками То пойдете Ты сможешь обеспечить Да, ты сможешь Я уверена в тебя, Даш Жить она будет здесь В съемной квартире Так я только рада, милая То есть вы предоставите Возьмете себе Допустим, студентку Из Читы Конечно Конечно Самое главное, чтобы что? Добрая была Правильно Целомудренная? Нет, ну что вы Ну, это... Ну, тогда какая чистая-то? Ну, чтобы глаза, понимаете Вы смотришь в глаза И сразу понимаешь Вот они светлые или нет? Да я тебе знаю, сколько глаза смотреть буду, милая Да ты мне все отдашь Точнее, знаешь, что я чистая Хочется верить, что я смог бы разобраться Ой, молодой! Вот ты как раз к тому подходишь Все критерии, которые он Хотел бы видеть в своей будущей девушке Там, жене Да Все в тебе вот это есть Да, я как-то так Аккуратная Красивая Красивая, конечно, да Понимаете У вас вот таких вот дурачков Молодых Из хороших семей Очень часто разводят девочки бесчестные Которые приезжают сюда на охоту Хотелось бы, чтобы вы не стали легкой добычей Для одной из них Поэтому Хотелось бы, чтобы она была вам ровнее Понимаете Когда отношения не строятся На зависти, на злости На недовольстве Что вам мама по воскресеньям Блинчики там в кровать Понимаете, с кофе А она вынуждена жить в общежитии Это тоже разъедает Поверьте мне Да, неравный брак никто не отменял А любовь-то здорово Правильно Да Я надеюсь, вы мне поможете Мы вам поможем Спасибо Василиса Анатолий родился в 10-й лунный день И в этот день рождаются фантазеры Люди, которые любят путешествия И вы всегда путешествия будете любить Я думаю, что поездка в Таиланд надолго не последняя Только правильное для себя приняли решение Что вам нельзя оставаться Потому что, например, на Таиланд Вот я смотрела Ваш гороскоп разворачивается Таким образом, что Все стихийные бедствия И все какие-то политические катаклизмы К сожалению Будут чаще встречаться Чем всем остальным Поэтому в Россию все-таки надо возвращаться Девушка нужна Та, которая обеспечит Тихую семейную гавань Поэтому я вам не желаю Ту, которая будет искать приключения Я не желаю вам Слишком легкую на подъем Или слишком игривую Да, она должна быть достаточно умна Но она должна быть очень уютной Такой, чтобы вам вот Меньше хотелось странствовать Это правильно Я на самом деле тоже хотел бы этого Вот именно уютно Это очень правильное слово Да Достойный жених Даже жених на стороне жениться Ой, ну что Прямо вот щенок сидит И что ему Ему что не говори Все, ему чистые Да светлые Да и не пойми какие Ну уж не знаю Будешь ли меня слушать Дорогой Ну я как-то постараюсь Сориентировать уж А уж прислушаешься Это уж твое дело Ну я считаю, что рановато ты Рановато еще пришел Очень скоро Нашим женихам ждут Три незабываемые встречи И возможно Одна из них Изменит его судьбу Не пропустите В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Анатолий Встречайте первую невесту Здравствуйте, Анатолий Мне очень приятно с тобой познакомиться Надеюсь, что наше общение будет продолжительным Спасибо, что пришла Очень красиво Спасибо большое Спасибо, проходите Интересно, какой букет он подарит тебе Юлечка, вы с кем? Я пришла со своей родной сестрой Натальей И своей подругой Тиной Очень приятно Давайте нас посмотрим Очень приятно Юлия, 24 года По образованию педагог-психолог Работает генеральным директором Агентства по организации мероприятий Кандидат в мастера спорта По спортивным бальным танцам Мечтает съездить в Италию Признается, что любит перебивать Собеседника в разговоре Когда возлюбленный Юлия Начал проверять ее телефон И страницы в социальных сетях Она поняла, что не готова Связать с ним свою жизнь Надеется, что с Анатолием Отношения будут строиться на доверии Юличка, а ваш избранник сразу заявил о себе Как о патологическом ревнивце Или какое-то время шифровался? Нет, сразу же Но я думала, что будет больше доверия Что он как-то будет готов Потом оказалось, что ставили Такие жесткие рамки Ну какие? Перечислите Ну знаете, когда действительно лезут Какое-то должно быть личное пространство Я считаю, что даже в личных отношениях Так, как это телефон, социальные сети А у тебя? Не проверяют? К сожалению, проверяли родители Я не могла просто пойти с подругами Не знаю, посидеть в кафе То есть это постоянно по минутам, по часам Платье вам не разрешал носить? Платье не разрешал носить, длинное все Должно было до колена Поэтому, ну, знаете, как бы я не могла Длинное не разрешал носить? Нет, длинное наоборот нужно было носить А он кто был в пансиональности? Нет, он русский Ну просто вот очень ревнивый Я считаю, что ревность Но может быть это какая-то неуверенность в мужчине была А нет ощущения, что это игра Мы очень часто в программе слышим про ревность Кто-то кого-то действительно ревнует Мне кажется, что настоящая ревность Она, конечно, возможно, и часто бывает Но это зрелые уже чувства Ты ревнивая? Ну да, я ревнивая Ну будешь бороться с этим чувством? Все-таки он фотограф, девушек много За что любили его? Ну знаете, я не знаю, сначала, когда первый раз увидела Я даже не могла представить, что я второй раз увижу человека вообще в своей жизни Да, но, наверное, зацепила Знаете, чем зацепила? Зацепила своим общением, вниманием То есть не понравился он вам первый раз, да? Внешне и вообще это не мой типаж абсолютно был То есть как бы Она, конечно, яркая Она яркая, она симпатичная Мне очень она импонирует Но вот вместе их образ не смотрит Ему нужна нежная девушка Потому что это более жесткая Он такой действительно утонченный Вот прям Все равно мы смотрим, да, картинку, оболочку Внешне нет Это было просто анти-модипаж Но когда начала общаться с человеком Я поняла, что красиво ухаживает Очень добрый, внимательный А подарки мягко стелит Да, ну подарки Дорогие? Нет, даже не то, что дорогие Просто внимание Юлечка, скажите, пожалуйста Он вам делал предложение или собирался? Это все-таки две большие разницы Он мне не то, чтобы сделал Нет, это собирался, сделал предложение и делал Это две большие разницы Нет, не делал, подарил хорошо кольцо Которое означало следующее дальнейшее Ничего это абсолютно не означает Мне дарили столько колец И при этом Если официально, нет, не делал Ну, когда дарят кольцо Могут просто подарить Ну да, то есть мне обязательно что-нибудь предложение А вот когда он вас пригласил в Краснодар Где ему родители купили квартиру В качестве кого вы должны были туда поехать? В качестве уже в дальнейшем Ну, как его девушки И в дальнейшем То есть он хотел семью Кто вам об этом сказал? Сказал он Как он сказал? Вот мы едем к родителям К моим в Краснодар Я тебя познакомлю Он сказал, что кроме Я тебя познакомлю И кроме тебя Я никого не вижу В качестве своей будущей жены И матери моих детей То есть Ну да, это было очень серьезно Жестко Вы поехали? Нет, я не поехала Почему? Объясню Потому что, как говорила Анатолий Не мое Просто не мое На три года он был вашим А через три года Знаете, нет Было не то, чтобы Как вам показалось Он сделает вам предложение И вдруг выяснилось, что он не ваш Было не то, чтобы мой Было больше Уже переросло чувство влюбленности Переросло в привычку Вы когда ему объявили о том Что не поедете в Краснодар Не собираетесь за него замуж Как он отреагировал? Потому что ревнивцы Ну, он Нет У них может быть реакция самая разная Ну, понятно Он был расстроен И он меня очень долгое время уговаривал Вскрывал мозг Преследовал Нет, не преследовал Конечно То есть были звонки Просто были попытки Были какие-то долгие разговоры Давай переоценим Ты приезжай Да, мы поговорим Начнем заново Но я поняла, что Выжимать уже не с чего было Просто отношения Если у меня нет эмоций к человеку Если я перегорела То зачем мучить его Играть на чувствах человека другого Лучше отпустить сейчас Если к человеку нет эмоций То, я думаю Нужно прекращать эти отношения Да, я тоже так считаю Вот Анатолий у нас Такой путешественник Да Красавец Не будет ли в вашей истории Наоборот все Не будет ли зеркального Такого отображения Наоборот что именно Не будете ли вы ревновать Анатолии Посмотрите, какой парень Ну, да Он хороший парень Вы москвичка? Да, я москвичка Где живете? С родителями? Да, с родителями Пока что с родителями Пока что Вот смотрите Анатолию предложат фотосессию Где-нибудь далеко-далеко От Москвы Смогу ли я поехать? Нет, сможете ли вы отпустить? Я думаю, может со мной Нет, отпустить Но да, я смогу отпустить Я считаю, что Должна быть такая вещь Да, как Ну, действительно Доверие То есть я Стоит моделью В 24 года Можно сколько угодно Доверять Но Но я не буду фанатично Правда преследовать Если мне человек скажет Не беспокой мне Я работаю Не звони мне В течение там Трех часов А его будут окружать Исключительно красотки Ну Окей, хорошо Ну она уже взрослая 24 года Мне кажется Она правда не будет Его там Проверять Что-то там Ревновать Как-то будет относиться Более серьезно Вот скажи Если какая-нибудь Конфликтная ситуация Произошла И например Пусть даже Ты 10 раз права А я например Категорически не прав Вот Отступлю я тебе Или нет? Нет Да, наверное да И вот скажи Ты скорее будешь За кем должно Остаться последнее слово До последнего держаться Чтобы виновник Перед тобой извинился Или все-таки ты Лишь бы Сгладить все острые углы Пойдешь На примирение Сама первая Нет, знаешь Я не буду Наверное Прямо до конца Уперта Доказывать Свою точку зрения Даже если я знаю Что я не права Наверное Если Это все зависит От ситуации Она не сможет Не доминировать Она будет доминировать Я тоже считаю Я тоже считаю Что у нее Достаточно сильный характер А если Жених не понравится Вашим родителям Вот в частности Отцу Он может Вот так по столу Кулаком Знаете Больше у меня Мама в семье Наверное Решает такие вопросы То есть Мне папа Такой более лояльный А за что может Жених не понравиться Маме и папе Если они знают Что вы здравомыслящая девушка Они вам могут доверять Вот по каким качествам По каким критериям Они могут насторожиться Наверное Самое главное критерие Для моей мамы Это чтобы Ко мне Хорошо относились Просто чтобы меня любили Ну вначале Ну как бы все равно Проходит время Все равно Это все вылезает Вот То есть Наверное На материнской интуиции Есть такая вещь Наверное Просто сразу же чувствует Это фальшь Либо нет Если же Жених не понравится Твоим родителям Как ты будешь Ну Если он мне нравится То они Постараются Принять Принять его Да Вы смотрели Своя комната На Анатолия Вы поверили В историю Которую нам поведал Вот с этой коварной Отвергнутой девушкой Или вам показалось Что это фантазия Анатолия Ну Это уже Я не знаю Думаю что Это не фантазия Наверное Как он говорит Как бы я верю У него По крайней мере Добрые искренние глаза И то что он говорит Я верю Одни свидетели Я наивно верю Может быть А вас вообще Легко Обмануть Как вам кажется Вы доверчивые Да Мне кажется Что я доверчивая Я до последнего Ну даже если Меня обманывают Меня тоже обманывали Много раз в жизни Но все равно Наверное По своей наивности Продолжать Но вы же не обманете нас Вы же приготовили Какой-то сюрприз Конечно Покажете Конечно Спасибо Лиза Какая подготовит Подарок Мне кажется Что-то Необычное Я не думаю Что это будет Песня Или танец Может быть Она как Кандидатность Распорта Я знаю Что ты очень Люишь путешествовать И мне пришла Такая небольшая Посылка От себя Вот послание В бутылке Я хочу Чтобы ты сейчас Его прочел И посмотрел О своих дальнейших действиях Ты все поймешь Сейчас я узнаю Что меня ждет Послание Ты можешь стать Обладателем сокровища Если найдешь ключ Который спрятан На невесте Ну вот Собственно Ты можешь Подходить И искать ключ Интересно Что в сундуке Как ты думаешь Я даже не могу себе Представить Что там Сейчас посмотрим Ты можешь Смотреть И трогать Так А это Да Я достаточно быстро Нашел Ну видишь Как это Потому что Приличные девушки Ключ прилично прячут Да Мне показалось Что она на ноге Да Ну помочь Все Теперь ты можешь Открыть Давай Я тебе помогу Можешь открыть Санкучек Я люблю сокровища Да Только Аккуратно Ооо 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 Серьезно Тебе необходимо Достать То, что внутри Я тебе сейчас Объясню Символ Такого небольшого Подарка Этот куб Это самые романтичные Места во всем мире Я обязательно тебе Желаю Чтобы во всех Ты побывал Если еще там не был Спасибо тебе Спасибо Ой Это типа кубик А там фотографии Да В каких местах Путешествия Очень хорошо Молодец Молодец Очень хороший Купик Спасибо Девчонки Приходите В свою комнату Прекрасный Сюрприз Ой Ну что Первыми Быть Проще По-моему Все прошло Отлично Девочки Да А что это такое? А это наверное Все эти романтические места Где она хотела бы Побывать со мной Я так предполагаю О молодец Молодец Хороший ориентир Умница И вообще сюрприз Столько романтий Да У нас шикарный сюрприз Посмотри Как тебе понравилось Что мне понравилось Мне кажется На мастере глаза Когда он все смотрел Я скажу что девушка Безусловно очень хорошая Приятная Но Я не почувствовал Сразу того огня Который иногда бывает Вот Возможно что И не должно быть этого В этот раз Но Говорю как есть Такого огня Прям сразу Искры Я не почувствовал Но безусловно Очень приятная Очень хорошая Ну очевидно что Юля Конечно никого не любила Никто ей не разбивал сердце Потому что история Такая невнятная Так долго он ее ревновал Но когда сделал предложение Она почему-то отказалась Вместе не жили Но он родной человек Я так думаю что просто Юле еще пока не повезло А почему ты думаешь Что он сомневается Не знаю Чем-то ему не понравилось Видимо что-то Что-то не то Ой ну мне подарок понравился Прямо четкий ориентир Молодец Вот я теперь понимаю Что такое военная подготовка Четко и понятно Куда поедем Причем не дешевые варианты Я вижу Да она молодец И Париж тебе И вон там Мальдивы там вроде как Виталия, Венеция Здесь острова какие-то Венеция Опаньки Молодец Не рекомендую Жизнь будет Знаете с вашими путешествиями Жизнь все расписана Будет не отбрасываться Это мечта как раз Про которую Коля Вот да Про мечту говорили Мне нравится такая мечта Василиса А звезды Помогут этим людям Сойтись Или нет Или не нужно им этого делать Люди родившиеся В 28 лунный день Так как Юлия Ну их очень часто Традиция обвиняет В некоторой ленности Они любят Внешнее разнообразие Они любят веселье Они любят шум Но запала хватает ненадолго Правда при этом у Юлия Есть еще одна мощная Такая компенсация В гороскопе все-таки Я предполагаю Что хозяйственность там будет Будем рассчитывать Что ленивость Распространится на что-то другое Ну конечно Нет Это не излияние 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 Давай поженимся Теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет в любое время И не пропустите Новые знакомства Через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в студии Анатолий Встречайте Вторую невесту Анатолий, здравствуй Меня зовут Дарья Очень приятно с тобой познакомиться Хочу подарить тебе этот компас Для того, чтобы ты выбрал Верный путь в своей жизни Спасибо, что пришлось Спасибо Он так волнуется, мне кажется Да, он очень волнуется Здравствуйте Здравствуйте, Дарья Также для вас есть небольшие сюрпризы Я коллекционирую елочные игрушки антикварные Да Это же мой фетиш абсолютно Да вы что? Я просто родину продам Обожаю себя Это Ларисе или мне? Это Ларисе Так, пожалуйста Это вам Спасибо Боже, этот как я люблю Я уже решила себя поступить Моя юная подкупщик С кем вы? Мои подруги Юля и Елена Очень приятно Давайте на вас посмотрим Дарья 21 год Специалист по автокредитованию в банке И совладелица туристического агентства Учится на менеджера Занимается городецкой росписью И коллекционирует антиквариат Мечтает заняться серфингом И слетать в Австралию Ни интернет-знакомства, ни курортный роман Не привели Дарью к замужеству Надеется, что с Анатолием ее мечты о семье Осуществятся Даша Вот сейчас многие молодые люди проводят уйму времени в интернете Почему? Вы стесняетесь общаться вживую Вот что вас привело к нам? Вы же тоже увидели Анатолия, да, на сайте? Да Негде знакомиться? Да нет, почему? С этим проблем нет Видимо, так распределилась судьба Что сложились обстоятельства Это как средство передачи информации Правильно ведь? Увидела, а что вам где еще увидеть? Да, тоже верно Ну, у вас уже было одно интернет-знакомство Которое ни к чему хорошему не привело? Да, да Расскажите Это были мои первые отношения С молодым человеком Мне было 17 лет Он у меня был старше на 4 года Девушке 17 лет Я была просто на седьмом небе То есть это ухаживание, цветы и так далее Разве этого недостаточно в 17 лет? Чего хотелось-то еще? Я про это и говорю Что как раз-таки захватили меня То есть я была влюблена Отношения продлились около 4 лет Да Вот она говорит о знакомстве в интернете Вот как ты относишься к этому? Мне положительно Ну, я сама не знакомлюсь в интернете Но многие... Ну, как-то все равно уже... Ну, лучше, конечно, то есть вживую Но многие пары, я знаю многих людей Которые с помощью социальной сети знакомились Нет у меня такой цели, понимаете? Выйти замуж Я считаю... А что пришли тогда? Ну, я имею в виду сейчас Я говорю про данный момент Понятно, что каждой девушке хочется, но на данный момент... И тогда, видимо, не хотелось системы молодёжной... А он тоже вас мучил ревностью, как и предыдущую... Последней каплей, да, то из-за чего, собственно, наверное, мы... Ну, не... Это была поездка Я работаю с 18 или там, с 17 лет... То есть вы были в состоянии... Я была в состоянии... Конечно, да, платить хотя бы за себя Я думаю, что у него денег не было Вы же вместе не жили? Нет Встречались только? Просто встречались А чем он занимался? Семейный бизнес связан с автомобилями По поводу бизнеса Вы учитесь на менеджера В банке работаете И ещё турфирму открыли Она вроде такая, на вид молодая Животелец туристического агентства Ну да, ну... Зато туристического агентства, путешествия Нет, мы просто... Так мало играть Ну, значит, сумела добиться свою Вы в 21 год уже имеете свой бизнес? Да, мы как раз от Силина с подругой У нас... А кто помог, кто... Веньги, да Самостоятельно Нет, ну, а изначальный капитал? Ну, туристический бизнес Он не такой затратный, на самом деле Там достаточно... Мы реализуем продукцию, которую не выкупаем То есть вы, значит, знаете языки, да? Я учу, да, я сейчас Потому что у нас, видите, жених путешественник Для него это принципиально Да, я сейчас учу язык, английский, да Даша, вам 21 год У вас есть те качества, которые... Которые приятны нашему жениху Вы самостоятельная, вы целеустремленная У вас есть мечта Да Вы молодая, неискушенная И вот та самая чистота, о которой говорил Анатолий Мне кажется, в вас присутствует Ну, замуж, я думаю, все равно я ищу рано А мне не рано? А? А мне не рано? Тебе-то уже рано Всего ли достаточно вот на вскидку, на первый взгляд, в нашей невесте? На самом деле, очень нравится, потому что есть тяганек, вот эти ручки, которые стараются... Умничка, умничка, правда Нет, молодые, вы молодые Если у Анатолия будет более выгодное предложение, можете пожертвовать своими интересами для того, чтобы не отпускать одного в долгую командировку? Конечно, для меня, может быть, для большинства девушек это какой-то минус, для меня это плюс Почему я готова путешествовать? Путешествовать, конечно, тем более, там, мое место работы, оно у меня не привязывает Мне кажется, перекликается и ваше дело, ваши интересы с интересами Анатолия Осталось только посмотреть на сюрприз Анатолий, я знаю, что ты мечтаешь посетить Японию, к сожалению, сейчас организовать поездку в данный момент я тебе не могу Но устроить японское чаепитие без проблем, поэтому милости просим Присаживайся на подушку, все в японских традициях, все как нужно Приятного аппетита Спасибо Значит, это все так банально, суши, еще бы она поставила за Цезарь мохито Можно было в кафе, мне кажется, ближайше дойти, в принципе, так же посидеться, каким успехом Японская кухня – это моя страсть, очень люблю рис Я не ем красное мясо, ты знаешь? Да, не слышно Приятного аппетита Огурцом, да, спасибо тоже А он ест красное мясо А тут она не угадала Еще было бы забавно, если у нее была аллергия на сушках Расскажи, почему именно Япония? Слушай, это же волшебная страна, мне кажется, необычная, самобытная, очень аутентичная и ни на что не похожая, правильно? Да? Да Ты хочешь там быть? Если только с тобой, то мне все больше расскажут Хорошо Ты вообще знаешь, что, что в Японии чайная церемония – это одна из практик медитации? Поэтому За знакомство Спасибо большое, очень вкусно Спасибо большое, спасибо Замечательный сюрприз, замечательная Даша, проходите в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ Да, внешне такая простая девчонка с нашего двора, да? Да, ну вот она и внешностью, да, как-то и сразу видно, что у Толи глаза зажглись при виде ее И мне очень понравилось, что интересы все-таки у них схожи Ну вот, мне показалось Если она вот не обманывает, то есть не лукавит в том, что она готова бросит И если Анатолий не лукавит, что девушки модельной внешности его не привлекает вовсе А привлекают вот такие простые девчонки, как Даша Я влюбилась Да, ему понравилось Жених наш Да, совсем понравилось Я могу сказать, почему Потому что я достаточно с таким расчетом отношусь к семье Потому что любовь – это очень важно, безусловно, с ней все начинается Но для того, чтобы создать семью, я считаю, нужно просчитать несколько шагов вперед Какой будет девушка потом, например, лет через 20, да? Я очень хочу, чтобы у нее так же блестели глаза, чтобы мудрость была Чтобы вот этот вот даже А неужели с моделями это невозможно? Неужели все вот девушки А девушки, с баловным вниманием, они в самом начале, вот, грубо говоря, там, 17 лет, 16 Они уже в этот период становятся красивыми У них портится немножко характер Спасибо, верю Роза А я не верю Понимаете, достигать, допустим, до тех же самых фотомоделей Это еще надо вам постоянно доказывать, ну, что вы соответствует И ваш, и наш, как бы, круг говорит о том, что, знаете, покруче там это Все время вам приходится конкуренция находиться А простая девчонка, она, собственно говоря, без особых претензий будет Будет вам в рот смотреть Ты понравилась всем и друзьям, и жениху, и ведущим Анатолий простой парень, который встретил простую девчонку, ровню, почти ровесницу Целеустремленную, такую же, как и Анатолий А где простота? А где простота? Где? Простой парень, ты говоришь Это что, в Айс-15 автобаз, что ли, сидит? Там тоже бывают непростые Гламурный товарищ, мэтросексуал Он, посмотри, у нее маникюр даже И чего? Молодец просто Молодец, и я про что говорю? Я же тебя вовечно молодая Даша, у тебя же будут через 20 лет блестеть глаза? Конечно Мне очень понравилось, что в 21 год у нее в ушах не звучат исключительно свадебные колокола И нет вот этой мысли, только выйти замуж быстро, быстро, не успеем Все впереди, она это отчетливо осознает, правильно понимает Хочет спокойно завершить учебу, нормально строить отношения А если двигаться в русле той концепции, с которой я начала Она родилась в шестой лунный день Люди, родившиеся в этот день, долговечны Ну, то есть они физически крепки здоровьем И стремятся к учению Даша, он тебе понравился? Да Мне кажется, между нами пробежала какая-то искрыка Я сам завелся в нашу комнату, стоишь за ним? Я подумаю Да, да, конечно Я предлагаю Анатолию встретиться с третьей невестой Проходите Привет, Анатолий Меня зовут Елена Очень хотелось бы с тобой поближе познакомиться Надеюсь, это взаимно Взаимно, спасибо Спасибо Проходите Видишь белые? Ей ударил белый букет, а теперь красный Первый тоже был красный? Нет По-моему, розы Здравствуйте Здравствуйте, Еленочка С кем вы пришли? Это моя подруга Евгения Очень приятно Давайте узнаем вас получше Посмотрим на экран Елена, 18 лет Студентка, будущий преподаватель математики Окончила музыкальную школу по классу саксофон Играет в хоккей с мячом на траве Мечтает открыть салон красоты Признается, что не любит выносить мусор Елена влюбилась в музыканта И вслед за ним переехала в Москву Но он отверг ее ради бывшей возлюбленной Надеется, что Анатолий навсегда порвал со своим прошлым Ваш возлюбленный музыкант пел вам серенады под луной Поэтому вы не могли устоять Да, он на трубе серенады под окном мне играл Боже мой, просто роман со влюбленных Как это здорово Мы познакомились с ним на концерте То есть я играла в одном оркестре, а он в другом Вам было 16 лет? Да, мне было 16 лет всего Вот, и как-то так сложилось то, что я ему понравилась А он уезжал в Москву? Да, он учился уже в это время в Москве И вот вы его ждете у себя там, да? В Сызранской области Он приезжает однажды Вы к нему с любовью, а он говорит Нет, так получилось то, что я уже подала документы сюда, в Москву Но я и так хотела поступать в основном Вот, и он... Я уже поступила и приехала сюда А он не смог в это время приехать Он еще был в Сызрине И где-то вот через 10 дней он приезжает и говорит Нам надо расстаться, мне нравится другая девушка Бывшая, как оказалось Да, бывшая девушка моя Потому что она так и была Я так думаю И что он разбил Вам сердце? Да, он очень мне разбил сердце, потому что это была моя первая любовь И я была очень влюблена Нужно никаких вот это сердечко на доме? Я вот просто не понимаю Девушек с такими трагедией 18 лет Вот, 18 лет, у нее уже вообще сердце разбито Толя не староват? 25 лет уже? Нет, я думаю... То есть... А чем приглянулся? Высокий, симпатичный блондин Ой, боже, как это все приятно слышать Главное, блондин Да, мне нравится блондин В 18 лет, конечно, влюбляются во внешность Ах, какие глазки, ах, какой ротик Да, дорогая моя Как Вам кажется, сколько нужно времени, чтобы узнать, Ваш это человек или нет? Недели? Нет Нет То есть, для отношений уже, чтобы отношения завести, ну, около месяца, я думаю, нужно просто общаться Он что-то проходит Ну, смотри, он смотрит без интереса Он улыбается, но он без интереса Он на меня смотрел, он на тебя смотрел, знаешь, таким стыганьком Ты знаешь, как на тебя друзья его смотрели Да, что на тебя все смотрели Просто была шквала эмоций Оля, не переживай Если что, вон, глазки не выберут Нас спас, то бишь У нас сайт хороший есть, будет.тв Там и глазки подберем, и носик, и все остальное Леночка, а вообще, какие планы на жизнь? Вот о чем мечтаете в 18 лет? Ну, я хотела бы стать так, педагогом математики И параллельно хотела бы открыть салон красоты Здравствуйте Ой, это практически смежные профессии С математикой, формулу он будет решать, уравнение Он будет фотографировать, она будет математику решать дома Смотрите, а родители настояли на институте? Да Потому что в 18 лет, когда ты учишься в пединституте И мечтаешь быть математиком То, мне кажется, все мечты должны связаны как-то вокруг детей, с детьми Мне кажется, она верит, что бывает все так же, как в сериале В любовь, в сказке То, что она встретит своего принца, они поедут На Инна Мальдива Восемнадцатилетнем Мне кажется, в 18 лет можно только хотеть стать артисткой Или певинцей Но никак не учителем математики Нет? Письма на актом еще У меня, кстати, очень много творческих человек Ну, я и занималась саксофоном, и танцевала в свое время Да мы же прочитали Я вообще мечтаю, чтобы мой сюрприз был с этим связан Нет? А я опережаю? Сюрприз? Нет Нет, у нас просто вышла такая накладочка небольшая Сначала я на саксофоне хотела сыграть на тон А что, не привезли с собой саксофон? Это индивидуальный инструмент Никто не может дать, если это не важно Может, она и не умеет, раз не привезла Точно Я же коллекционирую, вот привезла Коллекционируешь? Подарила Представляете, какая интрига Если вы играете на саксофоне, но сегодня не сможете показать сюрприз нашему жениху То, я думаю, Анатолий Паяц, желание с вами встретиться еще раз Ой, как хочется посмотреть на сюрприз И как жаль, что сегодня вы не сыграете на саксофоне Но, я думаю, равнозначный сюрприз К сожалению К сожалению, нет? Нет Давайте посмотрим Хотелось бы вас на танцы пригласить Она такая очень тоже, такая скромная, по-моему, такая девушка Ну, просто спокойная А давайте споем Не надо А там главное слово А может, она опять должна была? Тише Может, она сейчас споет еще? Сейчас я спою уже Так, если она красивая Спасибо Не переживай, что ли Спасибо Спасибо Леночка Замечательный вы Сохраните себя Дай бог, чтобы ничего, никакой гадости на вашем пути не встречалось Спасибо Скоро узнаете, кого Анатолий выбрал Пока подождите Я абсолютно на каком-то уровне крови чувствую хорошую девчонку И лукавство в ней есть И такая хитринка в глазах, что обязательно И всему она научится И есть какая-то основательность вот во всей ее фигуре В ее посадке И вела она вас, как она там вам по-раз вас и так загнула Ой, какая хорошая девочка Хорошая Надо брать Пока не поздно Лучше от жизни, чем на экране В жизни он лучше, да Безусловно, очень Мне очень понравилось Ты видишь, как про тебя говорят? Надо брать Парни, а вам как? Если честно, вот так вот интуитину чувства я не вижу рядом с ним То есть интересный человек, очень добрый Но такой, мне кажется, такой неуверенный еще То есть может быть еще молодая, но вот она не знает Но у нее такие глаза любопытные Она прямо сидела, ей так все нравилось Она получала удовольствие от того, что здесь происходило И она себя сдерживала, поверьте мне Она хотела оставить приятное впечатление о себе Мне кажется, в силу, может быть, возраста То ли нужно все-таки Нужна женщина, которая будет постарше Спасибо, Анатолий Я скажу, что я абсолютно с вами согласен Но, наверное, очень-очень юная И нужно подумать очень хорошо Готов ли я начать с нуля С того, что нужно формировать человека от начала Вот прям до конца Роза Вот, Ларисочка, ты все время говоришь Что вот молодые должны сами вместе все начинать И чтобы у них там все само со временем пришло Вот тебе молодой Что-то не особо он хочет начинать с нуля Все уже готовое давай Чтобы она уже и материальный достаток у нее был И так далее Он даже на молодость не смотрит Ну, как ты любишь говорить? Сырец А я скажу, зеленый виноград А ему он готовый же Зеленый виноград, это в другом контексте Ну, не тому, что она прям уж прям совсем это Просто молодая еще девчонка Бриданного нет, ничего нет А он вот готовый И вот, опять же, к тому же Материальный достаток тоже немаловажную роль играет Он мне говорит, не нервничай Не нервничай Сразу по мне было видно, да? Да, сразу поверишь, что нервничай Она смотрит молодая Она прям с таким взглядом на тебя Юные девы, конечно, могут пленить либо своих ровесников Либо совсем уже мужчин очень взрослых Но так хочется, чтобы она сейчас нигде не блуждала Не сталкивалась ни с какой гадостью Не набиралась опыта, который совершенно никак не пригодится Вот прям хочется, чтобы она была с вами Что звезды, Вась? Настрадается в ближайшее время Настрадается от чувств, от любви Но, с другой стороны, если в 18 лет не полюбить Так, чтобы искры из глаз Так, чтобы земля горела под ногами Зачем вообще эта жизнь? Поэтому я этого искренне желаю Понимаю, что какими бы непростыми... Но страдания не сломают? Нет, не сломают Я желаю не страдать, а я желаю все-таки любить Так, пускай не все будет складываться Но пусть она эти чувства познает Очень скоро мы увидим, какой выбор сделает наш жених Оставайтесь с нами Анатолий, знаете, что я вам хочу сказать? Мне очень нравятся ваши друзья У вас какая-то совершенно фантастическая компания Вы, парни, замечательные Потому как вы задаете вопросы, рассуждаете Какие у вас взгляды на жизнь В общем, рано хоронить нашу молодежь И ставить на ней крест Вы прямо молодцы Ой, тьфу-тьфу-тьфу Но нужно все-таки пожелать какую-то одну из девушек Вы немножко поменяли мое, может быть, мнение Вот когда я сначала как-то так более склонялся к Даше Сейчас мне нравится вот все-таки последняя девушка Мне это действительно тоже хочется Потому что Толи может сделать для нее Вот действительно, может быть, он ее поставит на правильный, возможно, путь То есть, может быть, приведет к каким-то, может, таким вот пиночкам Именно к ее мечте Потому что девушка очень сейчас мечется И вы знаете, поверьте мне Елена не будет обузой Не будет гири на ноге Анатолия Не будет Друзья очень реально интересные Все мальчишки интересные Даша мне тоже очень понравилась Но Даша более крепко стоит на ногах У нее уже есть вот этот Ген избирательности Она уже, мне кажется, не наделает каких-то ошибок Я, кстати, так и думала, что вот будет за тебя в плане таком, чтобы тебя вот сейчас взять Как бы вот, чтобы не испортилось А вы что скажете? Ну, мне кажется, Дарья все-таки, да Она как-то по... наивно открытая, да То есть, она готова что-то брать Роза Только Юленька уже готова ко всему Учить не надо Приданное хорошее За вами поедет Никаких хвостов нет уж Выражаясь вашим учебным или учебным Вашим языком там это Че учить? Все же все знает Нарожает детишка Поедет куда надо Юля Откройте глаза, господа Анатолий Спешите к своей девушке Мы вас в любом случае Поддержим все Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону 4151 Анастасия, 22 года Номер 3021 Каскадер Коллекционирует морскую воду И свободно говорит на турецком языке Знакомится с кореглазым мужчиной-лидером Готовым принять ее озорной характер Оксана, 25 лет Номер 3022 Менеджер по работе с клиентами В транспортной компании Катается на горных лыжах Занимается фитнесом и йогой Познакомится с уверенным в себе мужчиной Высокого роста И крепкого телосложения Мы не знаем, будет Анатолий один Или с избранницей Я приглашаю всех выйти И поддержать ее Привет! Выходи со мной, пожалуйста Очень приятно Спасибо У нас есть пара Анатолий и Дарья Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте конфеты на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс семьи Героя на номер 4151 А я Лариса Бузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи Горячие избы Войдет Ко ней на скаку Да Она сама Всю деревню сжигает Чтобы мужик ее тушил Утром три батона И ведро воды Да, у нас завязался Небольшой роман Перед свадьбой Хотел бы пригласить тебя Вместе со мной Принять ванную Она пойдет И она будет по дороге В тайгу рожать Столько Сколько она захочет Ты хочешь замуж? Предлагаем Упаковить эту гору И воздаться на этот пик И услышать заветный салат Давай, поженимся Максим Она тебя съест